привет зритель видишь эту баррикаду я решила с кухни записать чтобы не прыгать со штативом светом и так далее при естественном свете короче это мой уход на январь я решила что вместо крема дорог иногда можно использовать вот это масло кокосовое косметическое от мальдив dreams с витамином е-экстра хоть у него там срок годности внезапно истек фулетом но она же как бы несъедобная вполне можно еще пользоваться я вчера мазала ногти перейдем как маникюр делать ну смысле красить этих лаком и вполне нормально так впитывается хорошее масло я уж не помню на вайдберсе я покупала ренозон вот этот крем кейс бьюти крем для рук с алоэ это подарила мне подписчица катя еще пальцы в начале года этого он внезапно обнаружился у меня в одном из синих рюкзаков кармашки когда я собиралась один из синих рюкзаков тот который под дождь лучше не совать иначе он промокнет засунула на антресоль проверю все кармашки смотрю кремик ну января буду пользоваться хороший кремик для рук там тогда наборчик был из кремиков я думал это закончится в декабре его даже и пару раз взяла к крем до ног чтобы он быстрее закончился но он не закончился декабре он будет пользоваться в январе и наверное уже в январских баночках пустых год это крем для рук от арифлейн который мне все три дали ли кажется года два назад на 8 марта в наборе был вместе с мылом было давно уже измылилась а вот кремик еще остался если кто-то смотрит с маленького экранчика ему будет плохо видно ну попросите у кого-то большой экранчик потому что я не знаю как специально для вас в камеру сувать так чтобы морда чтобы было как у некоторых экран лицо не всегда мне это удобно я тогда помню стала делать экран лицо и некоторые продукты больше чем мое лицо в кадр не влезали поэтому уж не обессуйте ну и хорошего вам настроения так это самопальный дезик спрей тут по моему меня в этот раз масло лаванды и фильтрованная вода это кремик для ручек от рарик с черникой по моему на нем было резиночка обратно вернул а то резиночки у меня дефицит у меня кошка любит эти резиночки раздирать на запчасти я как-то забыла про этот момент была у меня резиночка пушистая пушистая думаю на столе оставила вчера утром смотрю маленькая 2 на 2 сантиметра точнее полтора на полтора сантиметра сантиметра а потом поняла что то остатки резиночки короче в общем это кремик от полиночки меняю наборчики еще похоже есть но смысле еще какой то есть и не знаю есть у меня в сумочке в смысле в рюкзачке которая таскает он из роза еще такой есть и я благодаря полиночки узнала пророк и точно такой же наборчик как полина мне дарила заказала на новый год одному из близких родственников ну как часть подарка новогоднего вот такой хороший кремик он у меня лежит на кухне поэтому его на окно обратно суну вот это средство которое у меня в каждом уходе есть но я периодически забываю показать тут 120 миллилитров точнее 120 грамм это кайлаш дживан отдельную воду превозносить не буду есть отдельный плейризма индия называется и там один из одно из всего два видео и второе видео посвящено кайлашу интересно гляньте универсальная штука можно и в рот и можно можно внутрь можно снаружи но в рот я пока его еще не пробовала она простуды помогает как-то пока не рискнулся то что очень любит моя кошка green мама формула таги сливки косметические для снятия макияжа череда и курини дуванчика они смывают даже термоятельно стойкую помаду от мискап которая вот эта кремовая с кисточкой и похоже по нанесению на губы на nix помады то по-моему помада nix не были не стойкими а вот помада мискап мейкап мискап французская очень стойкая и вот только эта штука его их смывать а еще моя кошка очень любит так я только вот открываю смываю себя помаду я забыла по 1 помадиться на охоте этот бальзамом что ли намазаться тут покушала перед этим что у меня тут бальзам то где вообще нет тут есть баррикада такая баррикада баррикад короче простите меня забыла совсем на марафетиться и можно сейчас я обозрю короче только я открываю чтобы накапнуть на ватный диск как тут же как тут и сною этим ватным диском с накапанными сливками свою помаду диск на столе оставлю окошко его может сожрать практически весь и я тут как-то и просто на стол пардон капельку кантыла компьютерный вылезала все я думаю вот же кошка и вращенка так вот сливки очень хорошие нравится с ними знакомы еще 2011 года в общем вот этот бальзамчик для губ от и фраше подарок от подписчицы света очень классная штука мне очень нравится в бальзамчики такого типа от и фраше и благодаря свете я снова смогла ими пользоваться я давно покупала но последний раз сама покупала бальзамчики когда я реки в девятнадцатом году еще до ковида было а в этом году я что-то хоть и была в я реке но был дождик и я не не смогла сойти в фраше в общем вот хотя мне на мыло приходила месяца два или три назад рассылка внезапно спустя там пять лет на это и фрашевская с каким-то новогодним предложением но я что-то как-то так и не сподобилась пока заказать сейчас тут не знаю может там уже нечего заказывать работает она или нет я даже не проверяла рабочая ли она потому что ними тогда аннулировали мой аккаунт сделали всяких пакостей ну короче не тут важно вот это тоже от полина это органики чем шлейфы звезд крем-духи для тела органический дрожмен мускатная роза я кстати сегодня и вчера ничем не душилась их же можно сейчас вот это руки допустим помогать выходила сегодня из дома до почты легла очень поздно уснула часов 7 проснулась 15 без 20 без 20 10 встала то есть все пока соображала и за полчаса в общем собралась умылась оделась добежала до почты вышла с почты поняла что раз уж я на улице уже десять часов то можно до озона доехать забрать заказ и вот когда пришла домой только где-то час на полчаса назад только покушала так вот я вышла из дома и забыла помогать помазать ручки кремиком так что участвует этим вот приятный аромат очень хорошая штука хорошо увлажняет так вот это я пока сниму покажу вот это вот я хотел сначала делать асмрный обзор он маленький такой мне все как-то было некогда времени было я забила тут коллекция бомбочка для ванн и спонжик на самом деле у меня закончился и стерся до дыр желтенькая моя губочка шариком и я заказала на вайсбрис такой наборчик тут было что нет букву надеюсь ничего там фатального что я увижу вау позже тут короче говоря такая мордочка не увидится там не увидится короче тут был сверху был такой маленький шарик мочалочки зеленый а внизу вот такая звездочка шипучая соль до ванны я думаю январе ее как-нибудь заделать на очень приятно пахнет и тут вот два глазика две щечечки и улыбочка или только сейчас увидели до этого доставала даже как бы не обратила внимание чё там она в таком стаканчике было ним пока и останется так у меня там последний еще обзор вот этого года после этого еще распаковочка посылочки одной вот это подарочек в розыгрыше рандомном внезапно выиграла от подписчицы катя на со своей подружкой пыталась сделать такие розыгрыши на что-то у них не взлетела в телеграм они были маска для глаз патчи золотой османтус увлажнающие патчи с османтусом 80 штук феоир не знаю как правильно читается но китайская и вот мне такое там можно было выбрать что-то на выборе сначала выбрала одно потом там добавили другое когда уже выиграла рандомно мне было складно выбрать пресс я выбрал вот эти патчи они чё прикольная на картинке были как в общем на верхнее и нижнее века а у меня внезапно выяснилось что закончились патчи остались только маски тряпочки я забыла про коробочку с масками тряпочками ну я думаю вы меня простите их не всегда показываю в общем коробочка с масками тряпочками мне еще есть мои которые дарили вы дорогие подписчики которые сама покупала которые какие-то вы дарили там один патч для губ остался а вот патчей для глаз не было ну смысле обычных патчей я у меня же есть вот эта коробочка думал самое время ее раскрыть и использовать в январе так что меня тут спрей номера от бри брелил милана я на него еще он записывал на реке ссылка в инфобоксе на мою страничку на реке я вот 30 апреля этого года возобновила написание отзывов и у меня регистрация на реке внезапно 9 лет и сколько-то там дней я забыла что я когда-то писала отзывы на флапе а на реке зарядилась чисто за компанию и просто читала там отзывы описать сама их стала уже там спустя где-то год с лишним после того как на флапе меня внезапно обманули не выплатили мне мои денежки за отзывы да еще аккаунт прибанили без каких-то либо ну в общем просто вот решили так вот сделать редиски так вот я снова стал там писать отзывы и вот на этот спрей есть этот спрей от подарок от светочки подписчица моей очень классная штука я снова им пользуюсь у меня закончился осаи который был в пустых баночках они уже вроде как и загрузили на канал и я не помню каким до этого пользовалась и сейчас им пользуюсь также как лото сою только чтобы мало волосы вытерpла их даже напрыскала на только что луты вы montaeu волосы даже не высушенная еще ни полотенцем не вытертый на на совсем сырые потом полотенцем там расчесывала но не очень так было или расчет し��ала на сырии расчесывал а и потом просто полотенцем покрывала не сохли но там более долго я сейчас вытираю волосы и потом они еще влажный, прыскаю вот эту штуку, расчесываю, и дальше они уже сохнут. Очень классные. Помогает распутывать волосы. Хорошая штука. Вот оно сейчас как бы белое, но так оно двухфазное. Будет тоже в январе пользоваться, может быть закончится. У меня тут мицеллярная вода от Шелк Косметик. Для нормальной и сухой кожи. Все смывает, кроме той термоядерной помады от Мискап. Чтобы смыть Мискап, если я буду снова ей пользоваться, я периодически пользуюсь, не только для видео, но иногда на выход на улицу просто, то вот есть еще вот эти сливки. У меня, конечно, там есть еще молочко для снятия макияжа от Пробиодерм, от Багздрав, но я что-то пока вот эти вот. Я даже не пробовала это. Я, во-первых, про него забыла, потому не пробовала, смывает ли оно Мискап, но пока решила эти два. Может быть, сливки возможно закончатся скоро, но кто-то из них может быть закончится. У меня тут зубная паста Промис. Вот. Потом у меня тут все еще живо. Велиния, профессиональная косметика, гель, сыворотка, суперувлажнение. Классная штука. Можно заменить просто и только и сыворотку, и при этом кремом не пользоваться. Иногда я вот после нее пользуюсь кремом. Сейчас покажу, каким. Ну, а чаще я использую просто сыворотку. У меня в округу. Я не часто им пользовалась, он еще остался. Это подарок от подписчицы Леночки из Франции. Грин Барб. Ну, в общем, Урбан Натур. Ну, что-то такое очень приятно пахнет. Увлажняющий дневной крем. Очень классное производство Франции. У меня тут гель для душа будет. Фаберлик. Бьюти Кафе. От подписчицы Лелечки. С Мариной. Что тут такое? Мариновый мельфей какой-то. Что за мельфей? Не знаю. Видимо, десерт какой-то. Он реально пахнет мариной. Я ее открывала. Мне понравилось. Вот. Я начинаю чувствовать этот шлейф из роз. Расминный мускатный роз. Обалдеть. Только сейчас. Я еще думаю, что же он выдався, что ли? Или я мало нанесла. Ну, хоть и мало нанесла, но реально руки увлажняют кожу. То бишь, его можно использовать не только за телом, можно чисто даже для рук. Увлажниру ручки. Вкусно пахнет. Мягкая кожа. И вот это у меня будет в роли геля для душа. Я хотела еще, думаю, мыла у меня кускового нету. Сейчас жидкое мыло сделать из геля для душа. Но у меня есть, как бы, может быть, частично буду его использовать. А может, что-то куплю себе или придумаю. Может, какой-то из гелей для душа из запасов достану. Короче, вот эта пенка для умывания у меня будет. От Ботавика. Из серии базилик и лимонград. Хорошая пенка. Кожу не стягивает. У меня пена для ванн от Лелечки будет. Эйвен. Сладкие сны. 500 мл. Мне очень нравятся вот такие пены для ванн. И мне вот последние... Вот именно пены для ванн такие. Мне дарят регулярно подписчица Лелечка. За что очень большое спасибо. Вот прям очень приятно, когда вот так вот делаете такие подарочки. Вот эта штучка у меня. Я покупала ее самый дешевый алоэ гель. Что-то 75 рублей, что ли, за 200 мл. Я не помню. Ну, как-то да. На Эва 75. Я чисто его приколы ради купила. Во-первых, у меня заканчивался алоэ. Гель алоэ. Во-вторых, ну, думаю, ну, самый дешевый. Что там будет? Вот это фирма Я Самая. Хороший гель, хорошо увлажняет. Но первое время от него очень легкий эффект. Вот на лицо наношу сейчас. Нормально, быстро впитывается. А если на руки, такой липкий эффект. Ближайшие 5 минут. Я на него писала, кстати, отзыв на Арики. Если интересно, может это тоже почитать. Вот это шикарная штука. Отзыв черновика все никак не опубликую. Спасибо, Тонечки. Благодаря тебе вот у меня есть чем волосы мыть. Это как бы универсальная штука BioHelping Milk Protein. Натурально густое мыло для тела и волос восстанавливающее. Молочное протеин, органическое масло, шибия, ЗСЛС и парабелла. Не тестируется на животных. Тут корова вот нарисована. Так вот, я им сейчас мою волосы. Оно очень экономичное. Ну, конечно, неудобно забирать рукой, потому что как бы большая крышечка, ну, баночка, крышечка. Я так хлобысь рукой даже чуть-чуть пытаюсь взять. Но все равно, даже если берется чуть-чуть, этого с лихвой хватает. Вот очень экономичное. Половину чуть-чуть надо брать, чтобы волосы промылись. И как бы даже хватило на волосы. И я, может быть, его буду использовать так же, как я, когда вместо геля для душа его использовала. Ну, реально, по назначению для волос и для тела, когда чисто для тела. А этот, может быть, пущу на жидкое мыло. У меня есть досадочка от Лейбановского жидкого мыла. Она подходит внезапно на флакончики с гелем от Фаберлик. Масочку я буду использовать. Успокаивающая маска крем для чувствительной кожи из серии басилик и лемонграсса от Батавикас. Хорошая увлажняющая масочка. Для проблемной кожи подходит. У меня вот последние несколько дней такие кусочки кожи сухие местами бывают. Хотя я их сегодня прирезала по-быстрому вот этим алоем. Но на самом деле кожа требует масочки. Я хотела сделать масочку перед этим всем. Но вот как-то у меня получается сейчас вот это все сделать. От Либридем у меня еще есть церафавит. Для крема для рук. Крем Амалент. И вот он у меня тоже стоит. Я иногда им пользуюсь. Но что-то я им немножко разочаровалась. Он сначала вау-вау такой эффект. А потом как-то и думаешь, что пару раз в сутки им помажешься. Но кожу все равно надо увлажнять помимо него еще каким-то кремом. Потому что потом у меня такая сушенная кожа стала. Может просто вот у меня реакция на такой крем. Может у кого-то нормально с этим всем. Я его иногда просто использую. Бывает, что так вот иду. И у меня крема, конечно, другие. Ближе и на кухне или там на тумбочке. Но специально оставляю кожу рук немножко влажной и наношу его. Так, у меня тут... У меня была тогда парочка скрабик, который был в пустых маночках. И вот масочка-масочка с Вис и Маш. Это матирующая и сушающая поры глиняная маска. Причем даже вот на сухую, на вот такие кусочки сухой кожи я сначала умываюсь скрабиком. А потом наношу ее и тоже она помогает. Она такая интересная. Короче, даже не сказать, что глиняная маска почти полностью впитывается. Нежная такая, кремовая. Очень классная. Так, у меня тут еще немножко осталось. Лолив, века-контур, сыворотка для века, пимических морщин и мешка под глазами. Вот, мимические морщины она нифига не убирает, но мешки под глазами убирают. Хорошая штучка. Мне тогда досталась в розыгрыше среди оставивших отзывов на Вальберис от Лолив вот эта вот сыворотка. Мне сегодня еще пришла посылочка там за два конкурса, я не знаю, ну, в смысле, я в двух конкурсах участвовала в двух разных местах. Но от Лолив и мне они пообещали прислать приз какой-то, но зависли на два месяца. А потом в ВКонтакте выиграла сыворотку, которую до этого покупала и на которую воздух оставила. Номер один называется сыворотка с гиалуроновой кислотой. Очень хорошая, увлажняющая, на летом, а жаркая. А сама то, когда вот только кремиком уже жарко, а сывороткой вообще вот идеально. Или алойкой мазаться, или сывороткой. И вот не знаю, там она одна пришла, или они все-таки вспомнили про меня, и оба приза мне прислали. Но пока вот у меня есть все это, и посылку я потом распакую после этого, после записи вот этого обзора, потому что, в принципе, тут много чего на уход. У меня вот этот кремик, я им ту пользуюсь, то нет, он мне достался в подарок по промокоду многоару, от моей карты многоару. На сайте бьюти патчи на моем единственном заказе. Я начала писать отзыв на Айрик, но что-то вот пока он тоже в черновиках лежит. Чуваки с этого бьюти сайта мёртвого достанут, если честно. Они мне даже на телефон звонили, я потом все свои эмоции выложу в этот отзыв и его куда-нибудь пропасну. Короче, хороший кремик, по-моему, это китайский какой-то кремик. И Марджис, или что-то там вроде хрен знает. И его надо дают до 8 сентября 25-го года. Ну, думаю, успеет тут 20 грамм, он роликовый. Тут как-то был у меня такой крем для кожи вокруг глаз, роликовый от Фраше, там один шарик был. А здесь целых три шарика, очень прикольный такой эффект, идёт охлаждающий. Я иногда наношу сыворотку, ну, палка, а потом вот эта сыворотка, или другая, которая у меня была в баночках. И вот этот кремик. Что у меня тут ещё есть? Что-то на уход. У меня тут эта помада, миска, лаки, помады. Слушайте, люди, походу делают весь мой уход. Может быть, я, конечно, что-то забыла, как обычно у меня бывает с кайлашем, но кайлаш я показала. Да, вот эти масочки я не показала, но сказала про них. И вместо жидкого мыла у меня, видимо, вот этот гель для душа. Может, что-то ещё придумаю. Ну, в общем, вот весь мой уход на январь. Если вы чем-то подобным пользуетесь, либо хотите мне что-то иное посоветовать, поделитесь со мной, пожалуйста, в комментариях. Если это не будет в форме хейта, то я вам поставлю сердечко с удовольствием. Если хотите поддержать канал, где-то будет облачко. Ну и всех с наступающим Новым Годом. Пусть не раздавит. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok